всех приветствую продолжая делать съемник для шруса уже такая вот работа проделана у меня сделал вот а только что две губки но еще малость не доделал пока хочу показать так делаем это ось я взял старую куда здесь пошли так на 30 в качестве направляющей проверяют и вышло уже вот такие две губки хочу показать как я их так болгаркой такие две полукруглые выемки выбрал уже видно уже осталось немного это основная у меня конструкции получается шайба и две такие плечики 1 и 2 толщина железа здесь три сантиметра даже нет метры до 3 сантиметра ставит отверстие внутри 31 миллиметр и так вот длина получается 25 вот это было до 25 сантиметров ставим я вал обратно хай лежит подложу планочку под них пойдем покажу а губки тошу это сталь толщина 2 сантиметра длина этой губки 15 сантиметров осталось немного протасить то у меня это направляешься сейчас полуос лежит тридцатка там получается 32 надо зажать миллиметра так что надо сделать чтоб плотно было на вот это вот все миллиметра два чтоб просела вроде полукруг нормально идет прилегая плотно покажу как я его делаю если получится так получается болгаркой стачиваю это чтоб было равномерно выбрато полукруг обычным диском сначала так ставишь по диагонали чтоб край один касался тут а другие тут диск край за число ходишь так туда-сюда потом наоборот ставишь по диагонали тоже так туда-сюда чтоб края диска зацепливали что а потом остальное тут вот чуть-чуть подбираю на сейчас покажу говорить не буду посмотрите камеру немного упак поставить что без кривообъектив не летели то прилипнуть да и выкинули эту камеру и камеру и Ну что, будем работать. Продолжение следует... 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 металл толстый 12 плечу это сантиметра этого двойка 20 на 40 останется просверлить и жать и можно снимать шрусть будем же также вторый день его делаю не спеша так покуда там все напилил по защищал поточил до крема много идет где-то строк вечера и до 9 не спеша особо не тороплюсь от холодно никуда не езжу ремонтирую потиху машину уже точить не надо уже все видно она чуть-чуть вертолетом это вот это вертолетом чуть-чуть из завода видно и ромбом таким вылета ну тут не принципиально все хотел добавить когда на вал зажимать то видел делает тут канавку по центре такой выступ чтоб зацепливать там за шейку для пыльник цепляться а я придумал по-другому это возможности у меня нема сделать такую внутри шейку то я я выбрала паз этот вот под этот на пыль ну под пыльник для зажимать хомутом паз я туда просто проложу алюминиевое кольцо по кругу типа стопорного или медное и она этим его губками обожметься сильно-сильно и думаю не съедя никуда когда будет к стали прилегать алюминий или медь она будет как бы связывать две половинки как раз этого на 32 будет добрый навал зазор есть плюс еще будут два болта тут два болта по это не буду ставить уже по центру сюда близко сверлиться чтобы это сталь да не лопнула когда зажимать бы охватить вот по сторонам так как там 32 миллиметра и получаться будет как бы еще больше приподнятое на миллиметр да еще добавлю по канавке алюминиевую проволоку то зажмется как бы на излом с двух сторон чуть-чуть будет прогиб по-любому в металле и даже бы хорошо ладно буду заканчивать видео на этом я хотел показать как я выбирал эти эти его каналки сначала так делал потом думаю можно людям интересно будет как это выбрать попроски эти полукруглые вот выемки полгарка пробовал просто так водить туда-сюда все равно не то а вот по диагонали когда диск держишь один край диска тут цепляя 2 тут и центр так вот по диагонали ходит получаться диском покажу вот так вот и можно любый радиус выбирать можно больше надо так вот диск держи воде туда-сюда меньше радиус так держи если вообще то вот например под двадцатку трубу так так вот держать надо и водить но в итоге выбираться то что надо угол посмотрели при при это приемлемые тогда для 20 например миллиметров вот 20 ход видно сверху туда-сюда 20 а здесь 30 туда-сюда 30 уже больше угол так проходишь туда-сюда потом так он переворачиваешь губки обратной стороной и опять внутри проходишь того что края особо не цепляешь нежелательно до самого края доволить бы будет как бы вниз слизывать а так вот доводишь туда-сюда туда-сюда перевернул хлоп 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 и дальше выбрал опять по центру то что с краю было и получилось у нас от что получилось просверлил дырки под меру сколько там расстояние я длинные троху сделал где-то такое и тут вот где-то и завтра уже буду снимать скорее всего шрут покажу как он работает как получится снять видео умею виду снять но буду что на эту штуку хотя использовать для пресса если будут губки так вот да покажу губки будут вставляться вот очертание пресса только что гайку будет надо снизу ставить а сверху болт и будет ужимать будет таки съемник пресс думаю будет пригодный для пресса тут металлу на вложить килограмма 3 наверно вот 4 шайба двадцатка почти тут 1 и 2 толщина ширина 3 крепкая штука вышла такая вот а варил варил я чтоб равномерно было быстро покажу да буду заканчивать так вот две планки между ими ложил так вот планки две вот одна и вторая и получаться вложил эту всю конструкцию сюда так вот покажу ложил между планки были уже троху по двору докужались забивать не буду между так вот планки и сверху бутербродом планки и все это дело зажимал шурупами по центру шурупы по краях она бы выгинала другой поджимала и потом на шурупах стояла так вот выставил по центру эту вот бляху уголок магнит поставил и по прихвачиваю все я варю и так варить самому удобно получается показали вот эту конструкцию а так обварил обварю неплохо думаю обычной сваркой дуговой этом инвертором постоянно готова варю такие вот швы при том что короткие швы два сантиметра так особо их не удобно было варить провар один был самому этому и потом по верху что такие усилены и это конструкция крепкая крепкая ладно заканчиваем дырки сверлить буду уже не буду показывать можно даже сегодня просверлю всем удачи до свидания